Крестным ходом в Пустозерск 1 апреля в Большой православный праздник вход Господень в Иерусалим или, как его называют в народе, вербное воскресенье, отправились прихожане Богоевленского храма и духовенство Нарьинмарской мизинской епархии. Подробнее в материале Ольги Русул. Крестный ход в Пустозерск уже традиция. Два раза в год, весной и летом, вот уже на протяжении семи лет, Нарьинмарская епархия отправляется в городище, чтобы помолиться на месте, где располагался главный православный храм первого заполярного города, основанного в 1499 году. Пять веков назад, в 1518 году жители Печоры были крещены православным обрядом. В 16 веке на территории Пустозерска располагалось три храма. Преображенский центральный храм, Веденский, основной приход его был солдаты и стрельцы, и Никольский для рыбаков и крестьян. Вот именно здесь располагался Преображенский храм. Треколы, воздушная подушка и снегоходы к Пустозерску прихожане едут на транспорте. От берега, как положено, с хоругвями и иконами пешей около 500 метров. Идти трудно, бродно, но преодолевая трудности, прихожане достигают места, где проходит молебен. Православные молились о возрождении будущности русского севера, российской Арктики. По окончанию службы владыка Иаков окропил верующих святой водой. Но торжества на этом не закончились. Медаль Русской Православной Церкви «Восстановление патриаршества на Руси» вручена полковнику полиции Александру Агрысько. Поздравляю. Желаю помощи Божией. И хочу сказать, что служу России. Впрочем, неожиданности на этом не заканчиваются. Артем Михеев в этом крестном ходе принял решение пройти обряд крещения. Подросток отправился в Пустозерск вместе с мамой Оксаной. В семье не настаивали на принятии веры, дали возможность подумать. И вот во время крестного хода Артем определился. Мы приехали сюда, и вот он, давай, мама, я крещённая или нет, начал задавать вопросы. Я говорю, ну вот, нет, сына, говорю, это так как-то получилось у нас. Я очень хочу. И вот, видно, сила какая-то, вот, не знаю, со стороны какая-то сила, видно, вдохновила его на этот шаг. Так коснулась благодать и решился креститься. Вот и всё. Если очень кратко. Так ведь? Конечно. Он решил быть вместе со всей Святой Русью. С папой, с мамой, с дедушками, с бабушками, которые всегда были православными, любили Отечество, шли всегда к Богу. Совершали подвиг этой жизни во кресте. Впервые в крестном ходе в Пустозерск принял участие глава региона Александр Цибульский. Он отметил, это отрадно, что православная составляющая этого места продолжает жить спустя столетия. Мне приятно, что Пустозерск возрождается. Мне кажется, что это то место, которое заслуживает особого внимания. И приятно, что люди, несмотря на непогоду в этот православный праздник, в это верное воскресенье, пришли сюда, совершили молебен. Прекрасная традиция. Я надеюсь, что там будет продолжаться и Пустозерск будет развиваться в принципе и получит свой второй рождень. Городище Пустозерск, оставшееся навсегда от вердыни православной веры, неподвластной забвению, служит духовной вехой для православных христиан. Это центр, откуда православная вера распространилась по Печоре. И здесь мы особенно ощущаем близость Бога. И в этот молебен, достигшись сюда, мы вместе с поколениями, со всеми поколениями русских православных людей, созидавших Русь, созидавших святую Северную Русь, русскую, российскую Арктику. Это дело продолжается. И свидетельство тому, в сегодняшний благословенный день, солнце пробивавшееся сквозь облака. И действительно, когда участники крестного хода вернулись на Ринмар, на небе сияло солнце.